Здравствуйте, я Елена Бадоева, независимый трейдер, кандидат экономических наук. И мы продолжаем разбирать, что такое финансовые рынки. Возможны высокие заработки финансовых рынков манят многих, но далеко не каждый готов вникать в процесс и изучать, как они функционируют. И это является большой ошибкой, которая часто ведет к потере личного капитала. Существует иллюзия, что на рынке с легкостью и стабильно создаются огромные доходы, но реальность несколько отличается от того, что показывают в фильмах. Зарабатывать на самих ценовых движениях достаточно сложно, так как рынки очень изменчивы и вероятность потерь велика. Поэтому в этой сфере существует немало мошенников, которым проще спекулировать на иллюзиях, отнимая путем обмана деньги у далеких от рынка людей, нежели спекулировать на самих финансовых рынках. Например, до сих пор существует такой вид мошенничества, когда создаются компании-однодневки, часто зарегистрированные в офшорных зонах, и проводят направленное изымание средств у доверчивых граждан. Сотрудники этих компаний обзванивают людей, представляются менеджерами финансовых и инвестиционных фондов и предлагают вам вложить свои деньги под высокие проценты, обычно аргументируя красочными инвестиционными идеями, такими как выход очередного продукта Apple или ссылаясь на ближайшую выплату дивидендов какой-то компании. Причем обычно эти организации предлагают носить средства дистанционно, высылая вам договора и реквизиты по почте или через курьера. Часто для придания веса вам говорят, что офис находится в Москва-Сити или другом известном бизнес-центре, хотя в большинстве случаев физического местоположения компании просто не существует. Для того, чтобы не попадаться на удочки таким мошенникам, достаточно просто осознать, что никто не может вам уверенно гарантировать высокую прибыль на финансовых рынках. Если вам обещают большую доходность, в разы обгоняющие банковские проценты и утверждают, что риски отсутствуют, знайте, вас обманывают. Доходность не может быть гарантирована, только разве что на депозите банка и в рамках страховой суммы в миллион четыреста тысяч рублей. Серьезные брокерские компании, имеющие лицензию и репутацию, не обзванивают потенциальных клиентов и не навязывают свои услуги. И обычно инвестиционные продукты, которые вы можете увидеть, придя в офис солидной инвестиционной компании, не обещают нереальных доходностей в 10-30 процентов в месяц. Эти компании дорожат своей репутацией и не рискуют деньгами клиентов. Обычно они предлагают линейку инвестиционных продуктов, доходность которых зависит от риска возможной потери, на которой готов клиент. И сейчас доходность известных инвестиционных компаний варьируется в пределах 10-30 процентов в год и во многом зависит от доходности самих рынков, российского и зарубежных, не обгоняя их существенно. Помните, финансовые рынки это не поле чудес и на них вы сами несете ответственность за ваши деньги и действуете на свой страх и риск. Никто не будет компенсировать вам потери на рынке и никто не заинтересован в приумножении вашей прибыли больше, чем вы сами. Вы должны быть критичны и изучать особенности работы этих рынков, принципы возникновения ценовых движений и многое другое перед тем, как воспользоваться всеми возможностями, которые дают вам инвестирование и трейдинг. С вами была Елена Бадуева. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, если видео вам понравилось.